давайте разберемся с ригом вот этого лука погнали вроде все уже и человеков разобрали и кошек еще вот машину надо разобрать но это в следующих роликах так открываем вот такой вот лук z включаем варфрейм находим так заходим в это находим арматуру сингл бомб все как и в прошлый раз по роликам смотрим где тут потерял я кость так с добавляем видимость лука теперь можно включить или вот сделать таким образом футовый и теперь вот так наверное сделаем так курсор включим поставим вот сюда и теперь это арматур сингл бомб и теперь с прибавляем где-то вот так вот прям побольше и заходим теперь так переключимся на select box и переключимся так что то я тут уже на херверту так заходим в edit mode и будем теперь все это дело как в прошлых роликах моделировать g чуть-чуть выравниваем по луку также можно зайти вот в эту функцию object-date и airport-display и поставить info чтобы было видно именно кость теперь жмем е погнали вот так вот раз два три четыре вот сюда вот доводим 5 может здесь можно одну сделать удар ну давайте теперь вниз ее уже отмоделируем погнали и тройка на нампаде если кто-то сбился так вот и тут не принципиально чтобы прямо не выходили четко так вот здесь две две попадает раз она тут длиннее вот такая штука получилось следом вот отсюда тоже косточку вытягиваем е ну и теперь давайте эту косточку продублируем нажимаем на нее жмем shift d вытягиваем вот сюда вот так вот ставим ориентируемся опять же вот по квадратам по полосам чтобы более менее четко все выходило и теперь транспоз и вот так все это дело перекрутим так и вот так вот к тетиве подставим смотрим как она стала так это получается единица на нампаде и вот теперь давайте все это дело вот так вот выделим и немножко g или вот мов подвинем прям нормально на на лук так смотрим что тут так как тут села вот это вот косточка ну еще немножко можно двинуть вот так вот целик бокс смотрим чтобы тетива была занята и вот эту вот косточку на тетиву наведем поближе пусть она вот так будет чтобы она с ней прям сочеталась так смотрим как она тут ну вот вроде все нормально тройка на нампаде ну и давайте зайдем теперь посмотрим что да как вот эту косточку тянем так сначала все это давайте весами закидаем и вот выделяем сначала именно лук теперь shift выделяем косточку жмем ctrl пи выделяем в их автоматик виджет и потом уже будем делать дальше так теперь посмотрим выбираем вот эту косточку ну и можно вот мов взять и вот потянуть вы видите что тетива тянется в принципе все нормально вот таким вот образом следом давайте вот этим косточкам тут еще вы выставим так заходим в edit mode нажимаем на костюк на эту и вытягиваем с нее еще косточку и теперь этой косточки alt пи clear parent отсоединяем ее мы здесь сразу тоже сделаем так и и вытягиваем косточку косточку выделяем щелчком левой кнопкой мыши и alt пи clear parent ну теперь надо в post mode все это дело объединить заходим в post mode выбираем вот эту косточку shift вот эту и ctrl shift c жмем inverse kinematic вот так теперь жмем вот эту косточку вот эту через shift так или бокс через shift выделяем вот эту косточку ctrl shift c и жмем inverse kinematic вот уже прикольно теперь вот эту косточку соединяем вот этой косточкой shift и назначаем ctrl shift c и назначаем лимит дистанция вот так вот ну и теперь вот эту косточку снимаем выделение вот эту косточку shift вот эту косточку и то же самое ctrl shift c лимит дистанция ну вот этим косточкам inverse kinematic давайте сейчас добавим тут сколько у нас тут уходит раз два ну пусть две будет или три поставить косточки пока две поставим и тут тоже нажимаем и тут тоже две ставим пока вот эти две работали так ну и смотрим что получилось да берем вот эту косточку жмем давайте мов так вот вы видите что лук гнется вот так вот вот все работает можно даже этим косточкам вот этим поставить больше ну допустим 5 мы этой косточки 5 мы попробуем еще раз вот так и раз вот она уже гнется более лучше вот такая штука вот теперь можно сделать стрелу ставить стрелу и стреля путь показать и чтобы она стреляла допустим в мишень вот это будет вообще жесть вот так вот все это дело работает так еще вот что можно сделать это edit mode и теперь вот эту косточку снимаем выделение вот эту вот эту косточку эту эту и вот эту жмем control и keep offset так теперь заходим в edit mode так пост мод и смотрим нажимаем на эту косточку и попробуем как она себя ведет так это вот мы можем весь лук перетаскивать вот так вот прикольно control z так посмотрим как эта косточка сети вести стала ну вот в принципе то же самое вот она гнется вытягивается немножко с тетивой надо разобраться что с ней не так ну а так в принципе вот уже рабочий лук вот такие кости все всем пока до свидания